Связала тупик, как-то получилось все спонтанно, но тем не менее мне очень понравился способ вязания. И вот сейчас думаю, что можно не только тупики так вязать. Я набрала цепочку воздушных петель, равную половину объема груди. Вязала вот эту часть тунисским вязанием, кокетку, а потом спицами. Итак, набрала петли, разделила пополам, один ряд, вернее, связала, потом разделила вязание пополам и начала вязать одну часть, убавляя с каждой стороны по одному столбику. Так, один кромочный, потом один столбик провязывала и два вместе. Затем вязала столбики обычно и тоже здесь два столбика оставляла, перед ними два вместе, а потом провязывала эти два столбика. Я начала вязать лямку такой производной длины, чтобы можно было завязать. Это тоже удобно, потому что здесь можно этими завязками регулировать вот эту вот высоту. Потом связала вторую такую половинку. Затем набрала снова такую же цепочку и начала вязать. Только эта спинка, она у меня немного по-другому. Поэтому я не делила полотно на две части, а сразу начала убавки с двух сторон. И вот у меня получилась спинка такая, немного другая. Связала я такое же количество рядов, как вот здесь посчитала ряды. Здесь на тунисском вязании их легко считать. И провязала такое же количество. Здесь на шести столбиках опять вязала завязку, закрыла эти петли. Шесть столбиков оставила, связала еще одну завязку. И таким образом у меня верх оформлен. Потом набрала, вот так у меня было, набрала петли на спицы, подняла. И начала вязать спицами. Вязала я без прибавок, без убавок, ровным полотном. Тут уже можно вязать на любую длину. Что мне здесь показалось удобным и понравилось. Удобно, что мы сразу задаем размер. Нужен размер по объему груди. Но можно немножко по-другому. Можно, допустим, вязать побольше полотно. Потом начинать вывязывать вырез. И вот эти вот проймы как бы. А потом вниз тоже опять же на нужную длину. Это особенно удобно, когда мало ниток. Но хочется их все использовать, чтобы уже определиться длиной. И здесь вот тоже можно вязать немного по-другому. Можно связать здесь несколько рядов с убавками. А потом вязать ровно. Чтобы было плечо такое обычное. Не тупиком, не с такими вот лямками. А обычный такой силуэт. Для своего размера, для своей пряжи я набрала 81 петлю. Разделила пополам. Вот здесь вот маркер стоит на 41 петле. И один ряд я провязала полностью по всей длине. Затем разделила вязание, как я сказала. И начала с двух сторон сокращать столбики. Провязывать вот здесь по два. До тех пор, пока у меня не осталось 7 столбиков. И на них я стала вязать лямку. Сейчас покажу, как я буду вязать вторую чашечку. Я присоединяю новую нитку. Провяжу сейчас первый столбик. К сожалению, здесь плохо видно на пестрой пряжи. Но ничего. Таким вот образом. Так, а затем я хочу провязать вот этот столбик. Вернуться к этому столбику. Я его уже вязала с той стороны. Чтобы здесь такой был, ну, как бы плотно между чашечками пространства не было. Ну и дальше сейчас довяжу ряд до конца. А, вернее, я уже начинаю башки. Поэтому следующие два столбика провяжу вместе. Так, вот столбик. Здесь вечно. И вот столбик. Провяжу их вместе за один прием. Дальше я буду вязать. Так. По одному столбику. И в конце тоже. Провяжу. Два вместе, а потом кромочный столбик. Вот так у меня получается. Дальше. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok